доброго всем времени суток с вами texer продолжаем сноураннер окучиваем залив педро и туда нужно привести двое расходников соответственно это горная река я суда пригнал фрейд расходники и на фрейте мы часто дотащим помятый фрейд какой то это не важно на фрейте мудал дотащим расходнички потом я не ошибаюсь длинные машины можно будет так припереть все остальное или маленько просто не помню по заданию что там то палочку а то доски привезти доски может и прям там в общем то начинают сползаться мои машины и наводить там порядок на прицепа я плену даже смотрел тут на карте тут большие прицепы есть а я должна не хочу плюнуть с ними нет необходимости денег много тратить негде так что добить педра и на аляску ой на аляску на таймыр так ну да придет не полк но все хорошо как-то нас таймер встретит вообще смешно счеток еще поручение не выполнил в педра уже протаймар облизываюсь на другой тренд почему бы нет трясется за кабинка странно есть залив педра странная машина нарисована и уж здесь нету или есть это как раз спасать надо так что у нас у нас поползли и пробуду увидим издавать до ох меня сейчас понесел но так не сносит елки правда сносит по льду чем туда тут таких уклонов много а вот как здесь дорога шла я даже не представляю по дну реки типа кстати не заносит особо так немножко будет смешно если лёд в итоге провалится там где-то как маленькое русло вот очень ломанно если он провалится так ну чтож во-первых грузовичок пришел сюда больше не хорошо а поползли развалился вроде развалился да так до ушло дальше серийный погрузчик сами такие 8 раз опасная дорога деревянные доски четыре штуки не про меня упавший столб вот тут взять туда привезти слушайте хорошая штука берем беру доски 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 и еду в столбу так вот тут ну догадаюсь конце концов а вот тут камер-то помните как салон на этой грязюке а? не грузовик но как вы видите тут не обойдется без большой машины моей блин ну какого хрена эти загородки стоят, а? стоят и мешают камни же убрал, все, можно есть так посмотрел например нет улучшений нет там никого ой какие сугробы так и на развилку налево это выезд из запасной дороги а вот тут развилочка полный и пошли со стороны да есть немножко сугробочка ну ну не страшно это а если я по мне ездил мне сюда незачем было да? ну или заезжал да убрался реально ай незачем вот я зарылся да мочкой давай выезжай слишком в яму вошел ну да вот поинтереснее дорожки чем горы на долине я тут попутно морс горячий попиваю лечусь так он остывает встать надо допивать ну сейчас какая-нибудь пауза будет так заезжай деревянные доски так вот морс поехали куда нам? нам прямо по этой фигне мимо мимо вышки и туда но тут я нигде не проскочу поэтому потом еще по карте гляну куда мне ну вроде так слушать я даже не знаю что а второй грузовик гнать нет вроде таки задание небольшое опа развилочка а что такое тут не было было на опасную дорогу слушайте намного ближе рулим я прочь какую-нибудь тупик зарублю с ними все ну вот в крайнем случае эту машину оставлю сделал задание опасной дорогу там 4 чего-то надо привезти как раз для моей большой машины и и снова за эту возьмусь ну если перегорожим а если нет то ехали мы с ним и все так анорно ну вот так вообще в голову по Европе ну тут могло глубоко казаться как раз правильно мне про этот фрейд говорили что он отличный да он отличный опасная дорога про 4 хрени для моста нормально он сдать он остался сделаем халтурный деревянный мост и тут вот вот черт его знает где лучше опять таки у меня перед комментами писали что переключайся вблизи на эту смотрите элька что-то изменилось обратно переключаю я как сидел так себе тут сижу изменится вот так может быть не факт тоже нет я скажу что потому что переключался нет не поэтому ну молодца орель элька здесь пониженная передача полезна только в одном смысле вместе с ней включается блокировка между всего в дифференциалов вот в этом смысле она полезна пробуксовка тут ну с настоящей довольно далеко друг от друга находится как-то в жизни выглядит в жизни понижая когда помогает здесь особо разницы нет в жизни тоже не все так однозначно потому что иногда по гололеду лучше да вот буксует колесо правда прокапывает себе борозду там до асфальта и машина медленно двигается вперед если ты будешь на маленькой скорости она просто будет стоять колесом этим крутить так ну ладно мы просто машину примем потом спасти прям тут миссию возьмем и все так так стоп вон туда да да вон туда вон там не гасует надо что медленно советует тех кто машину не водит вон там по грязи тоже бывают варианты что лучше чтоб колеса крутились машина себе копает и плывет на пузе такой тоже вполне вагон это поручение упавший столб ну и да я туда еду на уши варьета это все так немножко условность да они сделали замечательную физику езды по грязи но не я не вот это понижающая передача в них в основном чтобы что-то тяжелое тащить превосходящая мощность машины не для того чтобы грязь выбираться хотя тайна это помогает раз на раз садами не писали что-то открылась да да так что у нас далее далее у нас опасная дорога 4 деревянных доски ну что ж это надо брать еще бы его найти да мне кажется он тут а хрен то там он не тут ладно тогда где он тогда в северном порту на вистарда в северном порту застрял без топлива понял джемочка это не нужно да я после стрима пытался вывести на дорогу джем чтобы заправиться ему не хватило так я где понятно ну что джемчик пришло время время поездить немножко немножко спасти на вистар базовая машина самой первой никакого полного привода покорила меня высотой своей подвески выше машины нет это просто бигфут 3 грузовиков вот это пузо наземника не ляжет я наверное протащить его через всю игру это для тех кто не в курсе чего я вожусь с этой жутью полного привода не в принципе нет но во время прохождения меня удалось добыть не дифференциал это все что есть но как видите на шуру потому что хорошая резина то есть видите даже блокировка дифференциала включая в этой игре рулит хорошая резина не коробки передач не блокировки хорошая резина и высокая подвеска но резина важнее всего потому что вот есть резина все шоссейный грузовик катается как у себя дома то есть да я могу сделать вот так ну то будет вообще на все по барабану ну ладно не все но многое по крайней мере по грязи он спокойно лазит не застревает и казалось бы да базовый начальный прием полный не все нормально я конечно по горам почти его никуда не пущу там там он и останется по дорогам он ходит по любым ну да я стараюсь раз все в комнату его не сажать как по кабинам но многое может и это радует не знаю что будет на таймыре но я постараюсь его протащить до конца игры так баку кончается но тут еще на одну заправку и все и приехали так погнали педро идет переход я уже забыл горная река белая долина в горную реку оттуда в педро полетели доски прямо там возьми нету ну вот на лесопилки в принципе то можно сгонять на горной реке по дороге лесопилки нету давайте тут возьму деревянных досок но что-то на лесопилки заезжать а то сразу можно будет двинуть к этому мосту который чинить да скорее всего так и надо сделать постоянно но все для сравнения да и только что приехал вот на грузовичке нормально бодрее на вестарах шло ну у него конечно прицеп а вот а вот и стерна большая ай ну в принципе да я думаю таймы ряд на вестар на стоимость меня я пока не вижу тягача столь же достойного ну каратыш да каратыш неплох и все но мне прикольно иметь два тягача они снизу седло другой с высоким они каждый выезжает на свои задания поэтому пока я не найду достойного тягача второго под низкое седло на век будет с нами тоже может быть до конца дойдет черт узнает даренный коня он такой хотя местами да он тяжеловато справляется и к нему апгрейдов больше не будет все это топчик то есть в отличие от джемчика у того нет полного привода на есть блокировка у этого полный привод есть то блокировки нету что ему конечно периодически мешает так и с грузом досок сейчас фиганем через две карты новатых вечерела но сейчас на лесопилке промотаю время то есть он такой вот как-то стало не быстро у него с езды по дорогам а в мичигане все было гораздо быстрее шустрее если помните а вот тут она как-то притормозила не скажешь что он буксует да ну как-то вот куда-то в вращательный момент движка уходит а я так понимаю как раз нехватка вот этого дифференциала колеса крутится по-разному а может просто дури не хватает уже первые грузовички то я упразднил white star и flittstar а может пора бы этого сменить но не на что не нужно кстати надо быть нос гараж сумму и посмотреть там ничего нового не продается там не какие-то апгрейды доступны но я решил поставить до переезда на таймер как раз все машины загоню в гараж и на всех посмотрю о чем есть по апгрейдить и заодно вся ну и раним таймур приедутся так как время правда ты подозреваем таймара не придут уже после моего отпуска потому что неделя осталось вряд ли я успею ну тут я закончу успели не так много заданий мне кажется я залив педра добью а таймара уже после отпуска чё закопался то уже такая карта уже запрошенная все закончено хотя не факт меня могут по контрактам сюда послать контракты по всем 4 картам гоняю ну в принципе да тут заблок очка м paris но в принципе да тут за доской по оперативу ну я задача на погрузчиком не взял у нас золотками заехал к заплосочке про погрузчик была, а так даже непонятно, что по ней нужно делать, придется ехать отдельно, брать и выполнять, возможно, с машины на машину пересаживаться, ну и пофиг. Так, все, за руль. Дорога ожидает быть спокойней, на горной реке подзаправлюсь. Сейчас с пятой будет, с пятой на первую. Немножко застрял. Ну, по крайней мере, сегодня не евротрак, в общем-то, какие-то такие. Внедорожный момент присутствует. А то, как я взялся на Белой долине по шоссейке гонять с заданием, ну блин, евро и евро. Ну, давай-давай-давай. Ползи, земноводная. И да, надо в Американ Трак все-то в штатаха посетить. Я в воскресенье сделал видео. Постой отрибавлю все-таки, потому что Американ Траки, там евро траки, их не так смотрят. Ну, четверг, наверное, может. После Зомби. Так что, заглядывайте на YouTube, посмотрите, что у меня там в четверг ожидается. Ну, собственно, осталось в четверг, в субботу не знаю, в воскресенье. А в понедельник укачу в отпуск. Так, приехали. Горная река. Поехали, поехали, что ты заводишься. Я же тебя не глушил. Так, ну, тут легко. По довольно короткому пути. Блин, мне дофига еще машину вытаскивать с Белой долины. Потому что, ну да, тут грузовичком можно вытаскивать для ковушки зайти. Но там ведь большая машина. Под нее надо будет эвакуатор. И там АЗС-то я чуть не помню. В зале ФПДР АЗС-то есть. Не факт. Значит, надо цистерны моей тащить. А напомню, который пилер. Он дырявый стоит. У него из бака все вытекло. Ну вот так. Довольно бодро все заправились, поскакали дальше. По времени, нормально, по времени. Может что-то еще даже успели делать. А, ну машину из реки вытащу грузовиком, вот точно. Сейчас мост устанавливаю, машину из реки вытащу нафиг. Как раз серия будет. Ну вот это уже залив. В залив. Вот меня интригует грузовик. Второй раз показывают. Тут он где-то. Тут он стоит, зараза. Я даже догадываюсь где. Где я грузовик видел. Не здесь. Вот. Вот он, по-моему. Так, некуда. Мне сюда. Пусть нужно. Пусть нужно. Сносит, сносит. Так. Медленно вниз полет. Каток, блин. Так. Сейчас левее я строком попробую прицелиться. Чтоб более полого шло. Ух, там прицеп колбасит с стороны в сторону. Ну-ка. Опа. Да не. Не особо. Так. Сюда. А тут, по-моему, направо. Да. Тут направо. А тут? А тут хреновина. Ага. Пустая. Он что, для продажи предназначен? Там прицепом гусиная шея как-то. И что-то по виду он пустой. Для продажи? Ой, надоело продавать. Не нужно мне столько. Драк паркинг. Ага. Если в гараж был. Другое дело. Драк паркинг там не особо. Ну, поехали. Тут сугробы. В которых хаммер вяз. Хаммер вяз. Грузовик не вязнет. Тут передачку пониже переключил и все. Все правильно? Все правильно. О-о-о-о. Вот это. Вот это поворот. Ну, я туда прицеп не втащу. С такого разворота-то. Тут я где-нибудь точка, чтобы ее... А, не. Мне прямо. Я жду вот сюда. Я уж туда прицелился. Нет. Все нормально. Вот второй сугроб, в котором хаммер сидел. Ну-ка. Ну, да. Потяжелее, да? Дифференциал. Дифференциал надо. Но все равно. Небо и земля. Оказалось бы, джип. Грузовик, грузовик. Грузовик, грузовик, грузовик лучше. Ну вот. Так. Ты из калиты вылез. Вылез. Ну, поле исключил вторую передачу. А жизнь наладилась. Так. А что-то сбоку-то. Нормально так. Давай. Экалтурно-деревянный мостик готов. Так. Здорово. Теперь тут можно спокойно ездить. Ну, и давайте напоследок вот этот кракозябр отсюда вытащим. Там еще какие-то фамильные ценности. Вот мой фрейд. А, не то. Полный привод. И туда. Надо тут фамильные ценности наносунуть. Что за задание. И грузовичок пойти вытащить. Грузовичок. Дегрузовичок. Дегрузовичка. Еще и у Кватором. Доградовать. Грузовичка. Я предпочел у Кватором. Деревкаю. Чинить надо будет. Ещё какая-нибудь такая шляпа. Так. Кудой? Так и дорога. так давайте глянем на фамильные ценности я предпочитаю все хвисты иметь открытыми списке чтобы понимать какая машина для этого нужна а вот хорошо вот что привезти разберемся привезем возможно прицепкой стоит пока подкрой ну да не будут все дороги елки конечно тормозят, но елки это неизбежное зло, без елок никак так пройдет пройдет так ну что дохлый пепелац дохлый пепелац сразу кормой туда берем задание погнался за лосем и загнал машину в болото но втягач справлю на других работ это за каким он лосем туда погнался хаммер кстати что давайте какой начать заново следить доставить на стоянку ну грузовику это вообще на один чих куда доставляем то эй я стоянки слушать не вижу а вот он стоял вот так вот так погнали хаммерок так еще тут бэк включу ага а теперь морду ее развернуть и вести то что топлива нету пофиг пофиг нафиг нафиг пофиг погнали полный привод не нужен там ты не перевернул не перевернул все погнали так легко 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 пустот двигателя иди лесом пустот двигателя что-то же заправлять тяна а удыхается сзади а если бы хаммером тянул все б не так просто было все буксуем что я да я включаю издеваюсь над машиной включая на обочину полез пусть будет вот тут глубоко прям грязюка так нам типа прямо типа прямо это типа права он 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 дарь по на ферма я помню так не заявил на реке там задание Но с камерами я туда не попробую. А вообще надо будет заглянуть. Потому что наверняка задание есть. Вот, кстати, случай для низких передач. То есть вот тут явно ему не хватает тяги. И вот тут можно было бы включить. Ну, в принципе, и так приятно. Ой-ой-ой, не надо. Не надо. Ты еще кувыркнись. Кстати, может. Почему они все нет топлива, кричат? Ок, пониженная. Пониженная, естественно, блокировка. Место тяжелое. Но тут нужно. Ну-ну-ну-ну. Проехали. Все, обычным порядком. Так, это я в Дурозер прошел. Вот где вышка. Мимо которой в стоянке ездят. Шарует, шарует. Не, ну да. Короче, хорошо. Пошла. Ну ладно. Ну ладно, не важно. Вышли напрямую. А, вон стоянка. То есть уже, в общем-то, финишная прямая. Вечерний лес. Все розоватое такое. Полка, что она довольно однообразная у них получается. То есть каждый вечер вот такой розоватый. И мутненькие. Мутность? Не очень. Так, да. Вышечка. Постверитель. Остынь. Постверитель тебе. Она противомутылять будет? Интересно. Заносит. Есть немного. Хопа. Сходу так через сугроб. Без полного даже проскочил. И все. И там стоянка у нас слева. Я, кстати, на нее не заезжал, по-моему. Вышку-то открыл, а на стоянку не ездил. Заводит, заводит. Своих четырех хочет въехать. Хрень. Позорно на буксире припаливавшей. И здесь еще прицел. И здесь еще большая хреновина. Топливная цистерна. О, вот такого еще не было. Вот это интересно. Интересная хреновина. Отвести такое, да? Достать на лодочную станцию тентованный прицеп. Оно само взялось. Так. А вот, смотри, висейный погрузчик, который я не взял. Тентованный прицеп. В принципе, я могу это счастье прихватить и... Это что? Фамильные ценности. А, так это фамильные ценности и есть. Да, грузовичком можно и отвезти. И что тут останется? Фамильные ценности. Серийный погрузчик. Переезд. Утерянные инструменты. Но, мягко говоря, немало. Еще где-то в воде видел еще одну машину. Не помню где. Но видел. В воде сидела машина. По-моему, шевик. Могу ошибаться. Вот какая-то шляпа. А, еще один хаммер. А это мой хаммер-то. А где же шевик-то видел лужу? Померещилось. Ну, возможно, что и померещилось. Так тоже бывает. В любом случае, так немного осталось. Еще меня вот очень интригует грузовичок вот этот вот. Не зря он там на картинке был изображен, мне кажется. Ладно. Ну что ж. На этом давайте закончим. Жмите, пишите. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok